Естественным откликом общества на вызовы непростого времени стало волонтерство. И Белгородская область во многом задает тон. Каждый помогает по-своему. Кто-то лично, некоторые объединяются в организации. Есть у нас и региональный штаб Всероссийской акции «Мы вместе», который координирует многие направления. Какие, чем именно занимается штаб, как туда обратиться за поддержкой или предложить свою помощь, расспросим руководителя регионального ресурсного центра развития добровольчества. Наш гость Даниэль Бэйч. Здравствуйте, Даниэль. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, с чего начиналось движение «Мы вместе». Движение «Мы вместе» на самом деле начиналось с того, что было объявлено в 2020 году в связи с новой коронавирусной инфекцией общероссийская акция «Мы вместе», в рамках которой не только представители добровольческого движения, но и коммерческие и некоммерческие организации, правительства областей и других регионов, они соединились для того, чтобы решать одну большую проблему, а именно работу с незащищенными слоями населения. Это люди, которые находятся на самоизоляции, это люди, которые являются одинокими пожилыми людьми и так далее. И вот данная история длилась до 2022 года. И вот мы постоянно, сначала мы работали непосредственно на постоянной основе, то есть это 18 тысяч пакетов в течение 3-4 месяцев мы развозили по территории региона. И после этого уже наладили, так сказать, наши федеральные коллеги единую линию, по которой можно было обратиться, оставить заявку. И мы уже в таком свободном потоке выполняли заявки до 2022 года. И периодически сейчас даже их выполняем, к нам обращаются люди из таких категорий. Прежде чем задам следующий вопрос, маленький под вопросик, а для вас с чего началось движение «Мы вместе», что для вас значит участие в нем? На самом деле для меня оно началось как раз таки с того, что начали набирать волонтеров. Я еще на тот момент не работал, я вот являлся волонтером. Мне предложили начать помогать развозить продуктовые наборы по территории города Белгорода. И я согласился, и вот по 20, по 30, по 40 периодических пакетов мы вот развозили. И для меня эта акция вот стала такой знаковой для того, чтобы пойти потом в этой сфере уже углубляться и работать. Хорошо. Что изменилось в добровольчестве за последний год, с начала этого года? Какой он образ современного, нынешнего, сегодняшнего добровольца Белгородского области? На самом деле очень много всего изменилось. Во-первых, это, конечно же, средний возраст волонтеров, которые участвуют в мероприятиях. Если раньше это были школьники, это были студенты младших курсов и иногда выпускных курсов, то сейчас средний возраст волонтеров приближается уже к отметке 24 года. Это и бабушки серебряные волонтеры с дедушками, это и непосредственно работающая молодежь, это и люди, которые просто понимают, для чего все это делать, для чего выстраивается работа. Ну и, конечно же, самое главное, что с началом специальной военной операции, в первую очередь, мы открыли несколько проектов совместно, опять же, с нашими федеральными коллегами, ну и непосредственно по ним начали работать. Это основные задачи, которые стоят сейчас перед движением «Мы вместе» или есть еще какие-то? Есть. Ну, первый проект — это «Время помогать», он начался непосредственно с конца февраля, то есть это помощь вынужденным переселенцам, в первую очередь это гуманитарная помощь, помощь в работе пунктов временного размещения и непосредственно какая-то адресная помощь уже тем, кто сюда переселился, к нам на территорию области. Вот. С начала октября, с конца сентября мы начали работать в связи с объявлением частичной мобилизации, мы начали работать непосредственно по направлению помощи военнослужащим и их семьям. Это тоже вот один из основных профилей, который у нас сейчас работает, и, так сказать, вот помощь военнослужащим и их семьям, он знаменовал перезапуск непосредственно деятельности штабов «Мы вместе». Да, мы работали, мы не прекращали работу, но вот это новый виток, в котором мы опять принимаем активнейшее участие совместно с Министерством по делам молодежи Белгородской области, Центром молодежных инициатив, другие структуры, которые нам помогают. То есть мы работаем в ключе, помогаем в первую очередь адресно семьям военнослужащих, и также вот с Министерством по делам молодежи и ЦМИ мы работаем непосредственно на то, чтобы помочь доставлять, так сказать, грузы для наших военнослужащих. Это разгрузки, это рюкзаки, это термобелье и так далее. Вот мы работаем в этой связи. Вот только хотелось спросить, с чем обращаются, с какими запросами? Вы же по заявкам наверняка работаете. Да, ну если мы говорим про семьи военнослужащих, в первую очередь, конечно же, это помощь, например, у нас есть адресная помощь, которая разово выдается, и есть адресная помощь под эгидой опеки, когда какие-либо организации, учреждения подключаются в работу и на постоянной основе помогают определенной семье. То есть это может быть выгул собаки, это может быть непосредственно, но у нас как раз-таки есть такая одна из заявок, то есть это отвоз и привоз ребенка в школу и из школы. Вот есть и разовые заявки, опять же, это починить крышу, помочь купить продуктовые наборы, решить какие-то иные вопросы. И вот у нас также есть партнеры, которые непосредственно нам помогают в данных вопросах, в юридических и психологических. Если юридические, то это непосредственно Минюст, это также ОНФ и непосредственно Союз матерей и жен. А также Союз матерей и жен, но в первую очередь они вот как раз-таки занимаются психологическим направлением, то есть они вот решают психологические аспекты. То есть можно не только один раз обратиться, но и получив поддержку и помощь еще, например, если что-то дома нужно прибить, починить или куда-то отправиться. Все верно, да. То есть наши волонтеры, ну, понятное дело, по мере своей возможности, выше головы не прыгнешь, но в первую очередь, да, мы помогаем с адресной помощью. Если заявки поступают ежедневно, ну, понятное дело, мы по мере возможности их вот закрываем. То есть в этом плане мы работаем. Куда обратиться, если нужна помощь? И еще куда обратиться, если я хочу чем-то помочь, например? Для того, чтобы помочь кому-то, можно посетить сайт мывместе.рф, либо же добро.ру, и там найти всю необходимую информацию. Там есть выскакивающий баннер, который как раз-таки говорит о том, что можно присоединиться к движению мывместе. Если же человеку нужна адресная помощь, первое, опять же, заходим на сайт мывместе.рф, либо же самый простой проверенный способ, это позвонить на горячую линию, единую федеральную, 8 800 200 ровно 34 11. Как раз были все контакты на экране. Даниэль, спасибо вам большое, что рассказали о движении мывместе. Мы желаем, чтобы вас было больше и помощь была эффективной, адресной и на пользу. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!